В эфире телеканала Самара Гис при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Не спортивная ходьба по кругу. Журналистские визиты порой творят чудеса. Так, например, на прошлой неделе, после того, как я с оператором наведала замерзающую хрущевку на Димитрово-70, жить в этом доме стало и лучше, и значительно теплее. Да и в управляющей компании ВАСКО мне пообещали, что и впредь так будет. Пока, сообщают жители, слово держат. Положительный опыт требует закрепления. И потому на этот раз поведать хочу о злоключениях еще одного забытого коммунальщиками дома. Может, и в его судьбе наступит коренной перелом. Расположен он нигде-нибудь на краю географии, а в самом, что ни на есть центре города, на улице Спортивной. Район элитный, только дома здесь разные, живут люди тоже по-разному. Хотя платят за коммуналку почти одинаково. Жители насыпного барака по Спортивной 27 раскошеливаются по программе «Максимум». Свои услуги управляющая компания «Коммунальник» высоко оценивает даже те, что и вовсе, по словам жителей, не предоставляет. Так особенно придирчивые жильцы обнаружили, что платят за неслыханное для своей двухэтажки удобство. Мы распечатку дали. Вот как оказалось, у нас в доме даже лифт есть. Мы очень удивились. Мы задали вопрос коммунальнику, откуда у нас лифт-то. То есть у нас на многие вопросы пояснить ничего не могли. Они, по-моему, вообще забыли про нас, что мы тут существуем. Ну, как они говорят, ну вот у вас он не сегодня, не завтра рухнет. А вот она, пустая. Я боюсь стучать, она проваливается туда. Здесь можно без молотка, то есть вот господставил, стукнул ладошкой, он туда улетает. Двухэтажка на спортивной в этом году отметит свой юбилей. Восьмидесятилетие строили ее для железнодорожников как временное жилье. Но в постоянное пристанище для своих обитателей, которые здесь и сами родились, и внуков уже растят, она превратилась еще в советские времена. Правда, тогда коммунальщики к своим обязанностям более трепетно относились. Печное отопление поменяли на центральное, провели все коммуникации, и дом держался молодцом. Но времена поменялись. Для спортивной 27 перемены оказались не к лучшему. Равнодушие коммунальщиков сделало свое черное дело. Пол совершенно прогнил. Вот здесь вот яма на полу. Вот здесь вообще вот туда, вот, 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 вот. Вот вы видите, что оттуда крысы лезут. Да. Вот проблема-то в чем. Это мы не можем изменить. А заслуги за эти деньги берут. Да. Должны ходить, морить крысы, мыши и все прочее. Никто ничего не делает. Но мы не можем изменить коммуникации. Мы не можем поставить новые коммуникации самостоятельно. Горячей, холодной воды. В результате они все худые, и у нас все в грибке. О том, что трубы прогнили, их не меняли здесь лет 30, люди не раз писали в управляющую компанию. Но этому пистолярному роману не суждено было перерасти в нечто большее. В итоге под Новый год случилось то, что давно должно было случиться. Там маленькая гаечка сгнила. А из-за этой гаечки вот 10 квартир весь подъезд пострадал. Тут текло журчало, вы видите, что там вот угол лопнул вон. Лилось, журчало, прям вот вы видите, что тут весь шифонер мокрый, вещи все мокрые. Вот ковер мокрый валяется. Диван выбросили. Я не могу ни туда, ни сюда. Вот дверь не открывается, больше ничего. Кипяток лился несколько часов, уничтожая имущество и недавно сделанный ремонт. Чернота прям лилась оттуда. Чернота. Все убрала, это я вот все здесь. Я успела. Все накрыла. Он до сих пор у меня, видите, я же не сняла пленку, боюсь ее снимать. Кто ее знает, что будет. Все сыпется, потолкал меня. Такой подарок нам Новый год. Помилуй Господи. Ходила прям никакая я расстроенная. Опять все сначала начинается. Вот печка у меня постоянно горит. Вонь ужасная. Буду, наверное, делать сама. А кто мне его сделает? Это когда они его сделают? Ждать, что ли? Просто обслуга такая здесь у нас плохая. Мы никому не нужны. Я просто к ним не обращаюсь, потому что знаю, что это все бесполезно. И когда они придут, это неизвестно. Да, в управляющей компании умеют держать интригу и кормить обещаниями. Во второй подъезд после того, как здесь случился потоп, и зайти-то страшно. Тем, кто там живет. Сотрудники коммунальника берегут свои нервы, сюда и не заглядывают. Хотя ремонт посулили людям еще три года назад. Они сказали, что отремонтируют. И до сих пор ремонтируют. Вот все. Вот, пожалуйста. Квартир сами сделали. Там в кухне затопило. А здесь вот, пожалуйста, все. Как сверху текло, все. Также труба лопнула, батарейная, кипяток спарил. Вот они пришли, забили вот этой фанерой трубу, чтобы ее не было видно, чтобы она не мерзла или что ли, не знаю. И все на этом. И на этом они закончили. Зато привезли козлы. А на козлах написано, помечтай. Они прибили вот эту фанерку к трубам, развернулись и ушли. Я говорю, а ремонт? У нас денег нет. Все. Закрыли просто трубу, чтобы, видать, она не перемерзла или что ли. Вот и весь сказ. Брошенные на произвол жители вынуждены перешли на самообслуживание. Мы коммунальнику раз в 20 писали. У нас рушится стена в подъезде. И 100 ответов. Нет возможности вопроса о ремонте стены. Будет рассматриваться в 97-м. Потом писали в 98-м. Потом в 91-м. Юра пошел и сам сделал. Вот. То есть вот такое. Кто может, тот делает. Коммунальник говорит один ответ. У нас нет денег. Даже лампочку не могут крутить. Мы за свои деньги делаем ремонт, она опять течет. Недавно приходила мастер, Надежда Борисовна. Мы говорим, ну кто же, почему мы за свой счет должны делать ремонт? Из-за того, что у вас там все гнилое и протекает. На чердаке горячая вода. Нам сказали. Делайте ремонт сами. У нас денег нет. У нас плохая собираемость. Денег на счету нет. Ничего нет. Все. Разговор закончен. И ушла. В коммунальнике, который уже более 14 лет обслуживает дом на спортивной 27, вовсе не считает, что работает из рук вон плохо. Заместитель директора Сергей Сачагин, хоть и человек новый, и года здесь не проработал, но убежден, все свои обязательства перед домом его компании выполняет. Эффективный менеджер заверяет. И на этот раз людям не о чем беспокоиться. Ремонт все-таки за счет людей или за счет управляющих компаний? Ну, смотря какой ремонт. Если там вы имеете в виду, который нанесен ущерб, которому нанесен ущерб, они могут обратиться в управляющую компанию, безусловно. Конечно же. То есть, людям не нужно это все восстанавливать за свой счет? У них есть шанс, да, все-таки как бы частично свои потери разместить? Да. Но только не полный. То есть, мы не знаем, что они там протопило в одном части на 10 квадратных метров, а мы сделаем все ремонт, все квартиры. Нет, конечно. То есть, соответственно, только в рамках, соответственно, нанесенного ущерба. Мы существуем в рамках и выполняем свои обязательства только в рамках средств, собираемых по данному дому. Ни больше, ни меньше. Каждый год, а вот в прошлом году два раза на году менялся директор коммунальника. И когда бы в январе месяце я не обратился, с года в год, сколько денег на счету? 0-0 рублей, 0-0 копеек. Где деньги? Люди, которые платят. Меняются директора ежегодно, а то по два раза в год. И все разводят руками. Мы не знаем, что было до нас. Мы только еще вот разбираем. Вот весь ответ. Не могу сказать. Работаю я в МП «Коммунальник» полгода. Поэтому историю дел судебных, которые были в 2009 году, мне сложно прокомментировать каким-либо образом, потому что я об этом не в курсе. А вникнуть в дела все же придется. Три квартиры в доме на спортивной уже объявили коммунальщикам экономический бойкот. Остальные жители тоже об этом подумывают. Ольга Баранова, она здесь старшая по дому уже больше 20 лет, первая внимательно прочитала квитанцию. И обнаружила, что люди платят за то, что отродясь не видели. И за вышеупомянутый лифт. Нет, его в квитанции не было. Это когда мы сели считать и стали разбираться на что. И то есть у нас выпала сумма, которая была там четко указана в распечатке, что это только оплата за лифт могла идти. И за фантастические объемы потребляемой воды. У нас были такие нормативы, что можно было круглосуточно, значит, не только чтобы вода текла, холодная и горячая, но еще круглосуточно месяц поливать весь двор. А еще в квитанции есть строки ремонта и обслуживания. Ольга Баранова уверена, ни того, ни другого в доме нет. И начиная с 2003 года стала платить только за то, чем пользуется. Ее примеру последовали две соседки. В итоге дело дошло до суда. Они же перерасчеты не делают, поэтому мы это делали сами. Вот. Соответственно, они подали на нас суд. Мы в течение 10 дней должны были предоставить возражение на основании чего мы не платим. Составили вот это возражение, все в нем описали. Вот. Вот 25 июня 2009 года. Вот. Все. То есть мы получили на руки, нам прислали на руки решение суда, что мы абсолютно правы. Решение суда ушло и нам на руки, и в коммунальник, естественно. Оно есть у юристов. Но все это идет в долг. Они глубоко ошибаются. Недоплачивание ни к чему хорошему не приведет. А если суд уже подстал на их сторону? Вы уверены, что все доказательные основания были у МП представлены должным образом в 2009 году? Я знаю точно, что сейчас практически мы инвентализируем всю свою задолженность, которую имеют перед нами наши собственники, наши клиенты. Соответственно, исходя из этой задолженности, возобновляют судебные тяжбы. Но у нас есть все основания за новопадать в суд, если мы посчитаем, что мы правы. Впрочем, юристы убеждены, шансы коммунальника выиграть процесс минимальны. Адвокат Андрей Соколов сам однажды как житель одержал победу в таком суде. И собственникам квартир на Спортивной 27 советует идти до конца. Вы говорите, девятый год. Девятый год отминули давно сроки давности даже. И тем не менее перерасчет не происходит, они просто не исполняют судебное решение. Это абсолютно какая-то позиция. Я не могу ее как юрист даже анализировать или как комитировать. Это невозможно, потому что это просто некий беспредел какой-то происходит. Что делать дальше? Что делать дальше? Я считаю, а выход один не платить. То есть тогда, когда будет... Это, конечно, очень неприятно и будет очень неудобство, потому что со стороны управляющей компании будут попытки, в том числе абсолютно незаконные, ограничить представление коммунальных услуг. Этому надо в глаза посмотреть, да, этой ситуации. Но у них другого варианта нет. Потому что здесь сейчас вот эта ситуация экономического такого некого бойкота, вот той управляющей компании, с которой и невозможно расторгнуть договор, потому что не все готовы, потому что система сегодня вот этого порядка, который совершенно такого, что его сложно реализовать. Для простого гражданина его сложно реализовать. Значит, они должны идти таким путем. Закон всегда на стороне жильца будет. На мой взгляд, коммунальнику и впрямь нужно тратить свою энергию в совсем ином направлении. Дом ведь старый, как мне удалось узнать, он будет капитально ремонтироваться только в 2015 году. И вот тут возникают сразу два вопроса. Доживет ли барак до этого светлого будущего и стоит ли игра свеч? Может быть, дешевле будет людей расселить, здание снести? Это не памятник, с точки зрения архитектуры в нем ничего ценного нет. А на этом участке можно построить что-то новое. Вопрос пока открытый. Ведь чтобы признать этот дом ветхим, по закону сами собственники должны делать заявку. А среди жителей спортивной 27 единого мнения на этот счет нет. А ремонтировать есть смысл? Посмотрите на него. Он же засыпной. Ремонтировать он еще простоит. Вот он засыпной. Мне кажется, потому что он очень хороший. Там все сгнили. И теплый, и все. Дом у нас. Они бы отремонтировали, хорошенько бы все сделали бы, и мы бы так бы жили здесь. Потому что у нас район-то сами видите, какой хороший. Кто отсюда хочет уходить? Дело разве в этом? Вот смотрите, сколько раз уже труба лопалась на чердаке, она вся сгнила. То, что дом старый, никто не спорит. Кухню делать. Никто не спорит. Что не менее на коммуникации там наверху. Да, они должны это делать, но они не делают это. Мнения, конечно, разойдутся. Те, у кого отдельные квартиры. Да, мы, конечно, не хотим отсюда уезжать. Потому что мы здесь фактически родились. А в основном это коммуналки. Пока ситуация мало обнадеживающая, жители спорят. Дом разрушается, коммунальник сам устранился. Впрочем, мне все же удалось убедить руководство коммунальной конторы, что пора бы уже давно вмешаться в ситуацию. Я готов просто с этим жителем встретиться. Так будет, наверное, лучше, чем общаться через камеру. С какой смысл? Если есть желание у жителей встретиться, без проблем. Если честно, общаться через журналистов, какой смысл? Ну, я не спорю, что это ваша работа. Вы можете освещать, даже можете осветить результаты этих разговоров. Это ваше право. Соответственно, ну и я отлично понимаю, что диалог такой непрямой. Он не даст никаких нормальных моментов и решений. Ну что ж, предлагаю жителям Спортивную 27 не упускать момент и ловить на слове господина Сочагина. Контактами обе стороны этого конфликта я уже обменяла. Теперь буду ждать, состоится ли встреча и станет ли она для дома действительно судьбоносной. А на сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин